Интересный ролик я задумал сегодня. Поговорим немножко о иностранных языках в целом. Как быстро и эффективно можно выучить язык и можно ли ожидать сразу мгновенных результатов. Еще поговорим об отчаянных идиотах. Я расскажу, кто это такие. Вернемся коротко к дебильнику, если вы вдруг подзабыли. Этот человек, канал которого я считаю абсолютным злом и довольно много усилий приложил к борьбе с этим персонажем. И самая главная тема в названии ролика «Почему Владимир Путин подзабыл немецкий язык». Вот столько сразу я решил засунуть в этот ролик. Это я к тому, что даже если вам покажется, что я сначала говорю о чем-то другом, тем не менее в конце ролика вы поймете, что все это имеет отношение к одному и тому же вопросу. Итак, сначала я расскажу, кого я называю отчаянными идиотами. Ну вот вы знаете, есть такие люди, которые просто от природы глупы, и это просто идиоты. Есть люди, которых называют полезными идиотами. Это те, кто не догадываются о том, что они идиоты, но их деятельность могут использовать, их дурацкую деятельность можно использовать, например, в каких-то целях. Это полезные идиоты. А я еще встречал в жизни отчаянных идиотов. Уверен, что вы их тоже в жизни встречаете. В данном случае отчаянные идиоты в тематике изучения иностранных языков. Вот наверняка вы встречали таких людей, которые утверждают следующее. Вот мне тут кто-то рассказывал, что выучить иностранный язык, дескать, трудно. Нужно прикладывать усилия и вообще очень много лет этим заниматься. Ничего подобного. Я вот купил себе разговорник, прочитал в самолете полчаса. И ты знаешь, нет проблем. В этой стране общался с местными, ну вот прям как на своем родном языке. Да и вообще, пусть мне никто не рассказывает, если я сяду, то я за три месяца до любой язык, до английский, немецкий, французский, стоит мне только захотеть. То есть эти люди, действительно сидя в самолете перед полетом, например, в Англию, прочитали пару слов «Здравствуйте, до свидания, спасибо, извините, сколько времени», уже считают, что язык у них в кармане. А дальше, когда они прилетают в страну, они начинают руками, ногами размахивать, выпучивать глаза, рисовать что-то на бумажках. Местные их кое-как с трудом понимают. Им кажется, что они коммуницируют. Уже с языком проблем фактически нет. Еще пару недель таким образом позанимаются и могут буквально карьеру в этой стране делать. Расскажу еще один забавный пример, который я встречал, лично встречал в своей жизни в Германии. Однажды мы поехали в автомастерскую именно с отчаянным идиотом. Он какое-то время прожил в Германии, но не собирается напрягаться с изучением немецкого языка. Мы приехали туда, и он говорит нам «Подожди, сейчас я все сам разрулю». Подходит к немецкому механику и начинает на русском языке объяснять ему, что не так с его машиной. Руками машет, по машине хлопает. Немец спокойно стоит, взирает на все это и заявляет ему их фиштеричное, что значит «Я не понимаю тебя». Но человек, продолжая ему объяснять все это на русском языке, выбившись, так сказать, из сил, подходит ко мне и говорит «Ну ты посмотри, какая свинья. В Германии проживает 3 миллиона русских, а он до сих пор русский язык не выучил». Нет, ну не фашист ли, а? Понимаете, мысль к отчаянному идиоту о том, что человек живет в своей стране и абсолютно не должен понимать любого идиота, приходящего в его мастерскую, ему даже не доходит эта мысль. На что я ему ответил. Знаешь, он, наверное, находится на фазе раздумья. Он не может решить. Ему русский начать изучать, потому что здесь 3 миллиона русских. Или, может быть, турецкий, потому что здесь тоже 3 миллиона турков. И еще какой-нибудь, на всякий случай, вдруг здесь еще 3 миллиона каких-нибудь приедет. Вот этот тип людей я называю отчаянной идиотой. То есть активной идиотой. Не просто тихо сидящей, а активной. Которой свой идиотизм готовы демонстрировать всем, не понимая, как они при этом выглядят. Вот таким образом мы подходим к примеру из жизни. Какого отчаянного идиотизма я должен пояснить тем, кто, тем не менее, слушает этот персонаж и верит этому человеку на слово. Как вы, наверное, помните, а может быть, не помните, я делал об этом отдельный ролик, поясняя людям, что то, что говорит Варгентин, не соответствует реальности. Дело в том, что он, уехав в Германию, заявил, что будет штудировать там, то есть будет студентом. На что люди отреагировали таким образом. Мне написала женщина, и еще одно письмо я зачитывал в ролике, где она с возмущением меня спросила, как такое возможно? Мой сын заканчивает 11 класс. Мы несколько лет изучаем немецкий язык, он очень хорошо учится в школе. И у нас проблемы с тем, чтобы мальчик начал штудировать в немецком университете. При том, что он занимается не только немецким, но и английским. А тут какой-то дядечка, которому практически 40 лет, говорит, что он легко начнет штудировать в Германии. Дескать, ничего не стоит ему просто взять и начать там обучаться. В чем тут проблема? На что я объяснял тогда этой женщине, и объясняю еще и другим, кто до конца не понимает, он действительно может показать вам, наверняка даже покажет свою студенческую визу, и этим самым подменяет понятие. Итак, чем занимается такой человек, как Маркентин, и подобные ему в Германии, имея долгосрочную студенческую визу? Они просто занимаются изучением немецкого языка. Германия – это та страна, кстати, которая занимается активной популяризацией своего языка. Немцы не только призывают интересоваться языком, но и помогают всем тем людям, кто на самом деле хочет серьезно заняться немецким. Ну, самое известное в этом смысле заведение – это так называемый институт Гёте. Я много об этом говорил. Филиалы института Гёте есть в том числе и в России, в крупных городах. Просто забейте информацию, и вы увидите, какое огромное количество этих филиалов. В Германии есть не только институт Гёте, но и различные школы подготовки, которые в том числе могут называться институтами. Но нужно четко понимать, слово «институт» в Германии не применяется. То есть институт в понимании русских, как высшее учебное заведение, здесь это слово не применяется. Высшее, самое высшее учебное заведение, которое есть в стране, называется университет. То высшее образование, которое вы получаете в институте, немцы здесь получают в университетах. Сокращенно, университеты называются уни. Те, кто интересовались, как можно учиться в немецком уни, они эти вещи знают. Итак, попасть в университет для того, чтобы получить высшее немецкое образование, достаточно сложно. Для этого нужно иметь как минимум уровень языка «С». И желательно проучиться, например, в студенколлег. О студенколлег я не делал роликов, но, как вы видите, в интернете огромное количество информации о студенколлег. Если у вас дети, которые хотят поступить в немецкие унии, обязательно найдите эту информацию. Студенколлег – это самый надежный трамплин, с которого легко запрыгнуть в немецкий университет. Что касается изучения немецкого языка. Кстати, вот сейчас, внимание, это тоже один из способов, как легально попасть в страну на долгое время. Я собираю различные легальные способы попадания в страну и поэтому делаю на этом особый акцент. Изучать немецкий язык может любой человек, в смысле любого возраста. Это может быть и 70-летняя старушка, которая хочет понимать своих немецких внуков. Это может быть какой-нибудь 50-летний турист, который много путешествует и любит, например, Германию в качестве цели для путешествий. Любой человек любого возраста может изъявить желание изучить немецкий язык. И если они не хотят это делать на территории своей страны, то они могут приехать в Германию и в одной из подготовительных школ или в таком месте, как институт Гёте, взять себе 4-месячные, 6-месячные или годовые курсы по изучению языка. Они, конечно, стоят денег, это во-первых. А во-вторых, еще если вы хотите находиться в стране долгое время, вы должны на это время снять квартиру в Германии. И при подаче прошения на долгосрочную визу в посольстве вы должны доказать. Вот у меня МИДФЕРТРАК или длительный договор об аренде, и я могу спокойно проживать 4-6 месяцев, ну, столько, сколько вы собираетесь заниматься языком. Если вы это подтверждаете, у вас есть запрос и ответ с, допустим, института Гёте, вы сняли квартиру, вы получите долгосрочную студенческую визу. Даже если вам еще раз 50, 60, 70 лет, не важно. Это не значит, что вы становитесь студентом высшего учебного заведения. Это всего лишь значит, что вы на этот короткий срок определяетесь как студент, штудирующий, другими словами, человек, что-то изучающий. И на это время вы получите долгосрочную визу. Поэтому этот способ можно отнести к способу легального попадания в страну на длительный срок. Ну, скажем, я бы попробовал в свое время, если бы искал работу в Германии. Например, я получил длительную студенческую визу, я занимаюсь изучением языка, а в свободное время пытаюсь найти работодателя в Германии. Затем, если вам вдруг повезет, и вы за это время найдете работодателя, то вы можете студенческую визу поменять на рабочую. И таким образом остаться еще дольше. Итак, Варкентин, он же дебильник, он не штудирует в Германии. Он всего лишь в Германии изучает немецкий язык. Потому что уже очень много лет он пытается попасть сюда в качестве репатрианта, но не может сдать свой языковой тест, шпрахтест. Из-за этого он приезжает сюда и пытается здесь изучить немецкий язык до хотя бы уровня B1-B2. Дается ему это с большим трудом. Ну, собственно говоря, человек, который вообще никакой трудовой деятельностью не занимается, кроме как изготовления каких-то сомнительных в плане достоверной информации роликов, конечно, трудно ожидать, что вот вдруг окажется семь пядей во лбу и выучит немецкий язык быстро. Хотя он как раз в этом уверен, ибо он и есть один из числа вот этих отчаянных идиотов. И вот знаете, чем вообще разговор закончился? Она мне как бы... Я говорю, их бин берем терра русишер блогер. Их намекают, что я не какой-то лунтерменш приехал, я человек известный. Ну, как бы смысл у меня права покупать. Я говорю, учился, рассказал, что их хаба ин фаршулига лэнд, ну, как бы учился в школе, а они так смотрят, ну, типа нормально. Потом я им такое дальше рассказываю. Wenn ich in Russland ein фührerschein gekaut habe, «Хаба ин фаршулига лэнд». Я больше чем уверен, что по окончании своего изучения языка, такие как Аркентин, возвращаясь к себе на родину, будет бить себя пяткой в грудь и доказывать, что он в совершенстве владеет немецким языком. Вот просто не сомневаюсь в этом ни на секунду. Потому что, как я уже говорил, вот эти отчаянные идиоты, научившиеся связывать всего несколько слов, у них нет ни малейшего сомнения, что язык у них давным-давно в кармане. Какие годы изучения языка не нужно? Пару месяцев, год от силы, и они уже спецы во всех вопросах. Вот такое долгое вступление, к чему я все это говорил. К тому, что именно эти люди, отчаянные идиоты, на тему о Владимире Путине и немецком языке заявляют следующее. Владимир Путин в совершенстве владел немецким языком. И второе. Человек никогда не забудет иностранный язык, если он им когда-то владел. Итак, по первому вопросу. Владел ли Владимир Путин немецким языком? Все, что нам известно и вообще всем людям известно, всего лишь одно единственное выступление Владимира Путина с трибуны Бундесвера. Давайте коротко его послушаем. Гюте, Шиллер, Канта, на немецком языке. Гюте, Шиллер, Канта, на немецком языке. Гюте, Шиллер, Канта, на немецком языке. внимательные заметили. Во-первых, Владимир Путин не говорит от себя, Владимир Путин зачитывает текст с листа. Если вы в чем-то сомневаетесь, что между говорением от себя и зачитыванием листа нет никакой разницы, давайте послушаем выступление Петра Порошенко, который в совершенстве владеет английским языком и легко с носителями английского языка говорит на английском языке. Посмотрите, как это выглядит. Кстати, респект бывшему президенту Украины, он действительно президент международного уровня. Такого человека выбирать в первые лица государства можно, потому что он не облажается и легко сможет донести до всех людей мысль на общепринятом разговорном сейчас в мире английском языке. Господин Путин за 20 лет своего присутствия у власти не удосужился, кстати, изучить английский язык, а мог бы. Ну за 20 лет мог бы, не правда ли, да? Но в том-то и дело, что Владимир Путин не любит напрягаться. Владимир Путин еще во времена своих школьных лет был слабым троечником. Об этом говорят все, кто его помнит. Друзья по ГДР заявляют точно так же. Язык Владимир Путин не знал, языком, в смысле немецким, заниматься не хотел. Он жил, естественно, сталкивался с какими-то словами, но как такового языка он не знал. Общаться с немцами просто так он не мог. Кроме выступления на этой трибуне у нас нет ни одного доказательства, где бы он отвечал, например, на вопросы немецких журналистов на конференции, где бы он просто с немцами мог разговаривать на любую отвлеченную тему. Ни одной подобной записи нет. И вот отчаянные идиоты, видя всего лишь одно выступление, где человек зачитывает с листа текст, утверждают, что Владимир Путин в совершенстве владел немецким языком. На чем базируется это утверждение? Я считаю, что оно полностью фальшивое. Ибо даже если вы сейчас, например, любой текст на любом иностранном языке, скажем, запишите русскими буквами, прочитайте этот текст 20, 30, 50 раз, послушайте, как этот текст произносит носитель языка и повторите, всем будет казаться, что вы владеете этим языком. Ну а теперь второе утверждение отчаянных идиотов. Может ли человек, который изучил иностранный язык, забыть его со временем? Конечно же, если вы не занимаетесь языком, если вы не читаете на этом языке, вы не смотрите телепередачи, вы не общаетесь каждый день, вы язык забудете. Языком нужно заниматься ежедневно, и сейчас я очень многих испугаю, до конца своих дней. Иначе большинство слов у вас улетучатся, останутся какие-то базовые знания, но их не хватает, и именно поэтому Владимир Путин, общаясь с немецкими журналистами, всегда имеет наушник на ухе. В общих представлениях, может быть, он и понимает, о чем речь, но детально он боится ошибиться и отвечает всегда только по-русски. Итак, это не объяснение того, что сейчас якобы действует какой-то двойник. Это как раз-таки полностью вписывается в картину того, что Владимир Путин никогда не владел немецким языком, уж тем более не владел им в совершенстве, а за 20 лет своей абсолютной лени и нежелания заниматься языком забыл даже то, что у него когда-то было в голове. Ну а сейчас, как я и обещал, забавная часть, то есть посмеемся, ну, по крайней мере, посмеются живущие в Германии. Я постараюсь максимально близко передать сейчас то, что вы услышите. Он уже почти полгода занимается в Германии языком интенсивно, в смысле, каждый день по очень много часов. Ну, я думаю, что в таких случаях, в таких школах это чуть ли не 5, а то, может быть, и 8 часов занятия языком. Полгода так интенсивно. И вот человек рассказывает, что на улице сталкивается с немецкими полицейскими. Они хотят проверить его водительские права и сомневаются в их подлинности, спрашивают его, где он купил эти права. Ролик, кстати, этот можете посмотреть. Я дам все-таки ссылку, чтобы у Варкентина не было причины жаловаться на канал. Так вот, полицейские спрашивают его, где ты купил эти права. Мало того, что Варкентин в момент общения с полицейскими сообщает им, что он знаменитый российский блогер. Неизвестный, непопулярный, а знаменитый российский блогер. Я говорю, их бин беремтера русишер блогер. Я намекаю, что я не какой-то лунтерменш приехал, я человек известный. Беремтер перзон – это, ну не знаю, Роберт Де Ниро, Леонардо Ди Каприо. Это всем-всем известные люди. Так вот, Варкентин ставит себя на уровень с звездами мировой величины. Если бы он хотя бы сказал «беканте блога», то есть известный блогер, но это было бы еще куда ни шло. Нет, Варкентин у нас неизвестный. Он бюрюнте блогер, знаменитый. И, ну, естественно, она меня раз в 20 спросила, а правду ли я говорю. Я говорю, их загое вархайт, ну, как бы, я говорю правду, ну, что мне стесняться-то. Ну, как бы, намекаю, что я, как бы, не какой-то лунтерменш приехал, как бы, я человек известный. А у меня шапка за 1 евро, перчаточки за 1 евро. Ну, так я выгляжу очень бедно, блин. Как бы, я человек известный. Ну, как бы, я говорю правду. Ну, берем, ты, Раруси Ширглогер, говорю, и что, блин, стесняться-то? Бог с ним, с манией величия у шизоидных. Всегда все было отлично. А теперь само объяснение Варкентина, что не так с его правами. И, живущие в Германии, я вас очень прошу, не слишком громко смейтесь. Дальше рассказываю. Те, кто, ну, как-то сталкиваются с языком, или знают язык, или, может быть, живут здесь, они сейчас, конечно, улыбаются, потому что человек этот нагородил огород. Маленький ликбез немецкого языка. Вот два слова вы сейчас выучите, которые вы потом вряд ли забудете. Есть такое слово в немецком языке, kaufen, которое обозначает покупать. Ну, и, соответственно, если что-то купил или покупал, то это будет звучать как gekauft. Я сейчас специально немножко больше сделаю тоном, чтобы вы услышали gekauft, что значит покупал. А есть еще такое слово в немецком языке, как gekauft, что значит поживал. Не в смысле жил-поживал, а в смысле живал что-то, ням-ням. Так вот, Воркентин, общаясь с полицейскими, сообщает им, что он свои водительские права поживал. Вы послушали, да? Во-первых, нет такого слова хава. Хава нету. Есть в юврите слово хава. Ну, знаменитая песня Хава Нагила. Если вы вдруг не знали, переводится как «давайте возрадуемся». Так вот, хава в юврите есть. В немецком хава нет. В немецком есть слово хабе. Хабе или хап. Ну, хава и хабе, это все-таки, согласитесь, разные вещи. Мало того, что он хаве, так он еще и гекаут хаве. Живал он их, понимаете, как булочку, как колбасу. Нет, пардон. В Аркентин колбасу не ест, он жует только помидоры. Ну, послушав это, я посмеялся, думаю, посмеялись те, кто здесь долгое время проживают. Представляю, какие глаза были у полицейских в этот момент, когда они встретили знаменитого российского блогера, который жует свои водительские права. В общем, что я хочу вам сказать, дорогие друзья. Итак, человек с огромными амбициями, уехавший в Германию и полгода интенсивным образом каждый день по пять и более часов, занимающийся немецким языком, при общении с полицейскими, говорит им, что жует свои водительские права. Ну, даже не замечая при этом, что он говорит. Это к тому, что если у вас есть амбиции по поводу того, что вы в течение пару месяцев, в течение полугода, в течение года выучите язык, то вы, скорее всего, из числа отчаянных идиотов. Нормальный здравомыслящий человек должен понимать, что для изучения иностранного языка нужно очень много времени, терпения и работы. Ну и вывод всего этого ролика таков. Если люди, которые сами не владеют языком, заявляют вам, что Владимир Путин в совершенстве владел немецким языком, парочку лет позанимавшись иностранным языком, вы никогда больше его не забудете, вы понимаете, что перед вами отчаянный идиот, который начал связывать пару слов, при этом считает, что язык он уже освоил. Будьте осторожны. Человек может приехать в Германию, просидеть здесь полгода или год, привезти из Германии сертификат на какой-то уровень. При этом говорить он будет, вот так, как я привел пример. С другой стороны, человек, который многие годы кушает только помидоры, ну я могу представить, как ему сильно хочется есть. У него ничего другого на уме нет, как желание, ну хоть что-нибудь пожелать. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok